Добрый день, уважаемые дамы и господа, добрый день, уважаемые наши партнеры, заказчики продукции топливной компании ТВЭЛ. Следующий слайд, пожалуйста. На этом слайде также представлен страницательный анализ. Там, где мы были, топливная компания ТВЭЛ находился 20 лет назад и где мы находимся сегодня по итогам 2015 года. Большинство уже показателей были озвучены в предыдущем сообщении. Я хотел бы единственное, на чем вам нужно обратить внимание, то, что в 2019 году партнер, в принципе, зарубежный заказ наш не превышал 4 миллиарда долларов США. А если говорить о 1997 году, это было чуть меньше, даже плюс половины миллиарда долларов США. Что касается зарубежной выручки, то она была на уровне, в 1998-м годах, на уровне 500-600 миллионов долларов США. Следующий слайд, пожалуйста. На этом слайде представлена ситуация, то есть итоги нашей зарубежной международной межэкономической деятельности по итогам 2015 года. Несмотря на не совсем объективные, не совсем благоприятные внешние факторы и тенденции на зарубежных рынках, хотел бы обратить внимание, что последние 3-4 года портфель наш зарубежных заказов находится стабильно на уровне чуть больше 10 миллиардов долларов США. Зарубежная выручка наша превышает, тоже стабильно находится примерно на одном уровне и превышает 1,5 миллиарда долларов США. Хотел бы подчеркнуть, что за последние 18-20 лет наши показатели увеличились более чем в 3 раза. То есть это говорит о том, что мы придаем большое внимание нашему международному сотрудничеству, внешнеэкономической деятельности, понимаем, что это наш основной инвестиционный ресурс для развития, модернизации производства, для технологического перевооружения и для повышения качества, безопасности и надежности нашего продукта. Следующий слайд, пожалуйста. На этом слайде представлены очень кратко ключевые наши достижения на мировом рынке. С левой стороны показаны ряд конкурсов и тендеров, в которых Вэлл за последние 10-12 лет одержал победы. Хотел бы подчеркнуть, что в Европе за последние 10-12 лет мы не проиграли ни одного тендера. При этом все тендеры мы выигрывали в честном конкурентной борьбе за счет наших технологических, ценовых, коммерческих преимуществ. Хотел бы обратить внимание, не буду подробно останавливаться, это 2006 год. Этот тендер был проведен на АЭС «Тимилин». Когда мы одержали честной конкуренции победу на поставку топлива с 10-20 год для атомной станции «Тимилин», вторым участником тендера была американская компания «Вестингарус». Более того, через два года было принято абсолютно беспрецедентное решение. Чешским оператором атомной станции было досрочно выгружено все американское топливо. Из-за досрочной выгрузки мы смогли за счет наших конкурентных преимуществ, за счет эффективности нашего топлива. За короткий период времени эти издержки чешского оператора очень быстро компенсировали. В 2010 году мы одержали победу в тендере в Украине по созданию завода по производству ядерного топлива. Мы очень большой объем работы в рамках этого тендера провели. Мы провели все необходимые подготовительные работы, профинансировали совместное предприятие, за свой счет изготовили оборудование на Новосибирском заводе для первой очереди производства. К сожалению, сегодня из-за тех событий, которые всем известны в Украине, из-за отсутствия финансирования проекта «Псуй», тут сегодня заморожен. Поэтому мы так и не приступили к основным строительным работам, хотя считаем, что этот проект является очень актуальным для Украины. Это реальный способ диверсификации поставок ядерного топлива и снижения зависимости от внешних поставщиков. Все остальные пути мы считаем, что это просто переход от одной зависимости внешней к другой внешней зависимости. Ниже указано... А, хотел бы еще точку. В 2015 году мы вернулись на рынок в Украине в тендере, вернулись на польский рынок ядерного топлива. Исследовательских реакторов подписали контракт по поставке культуры для исследовательского реактора «Мария». Кстати, сегодня произошло продолжение этого сотрудничества. Мы подписали второй контракт с польским научно-исследовательским институтом на поставку мишень. Этот контракт еще пройдет необходимый процесс согласования в Еврокомиссии, после чего он вступит уже в законную силу. Ниже указаны наши новые сегменты мирового рынка. Уже говорилось много в рамках этого на площадке форума о нашем динамике неплохой, о продвижении топлива ТВС-квадратно-зарубежной рынке. Действительно, есть прогресс по американскому рынку. Успешно завершена эксплуатация первого года четырехместовых кассет в Швеции. И мы сейчас начинаем второго года эксплуатации. Эксплуатация топлива идет без каких-то сбоев. Надеемся, что в 2013 году мы успешно квалификацию топлива завершим. И сможем выйти на коммерческие поставки нашего топлива уже в Европу. Проводим сегодня, проводится ряд других переговоров с другими странами по масштабной коммерциализации нашего квадрата. На зарубежных рынках считаем, что это один из ключевых наших правил роста для того, чтобы выполнять поставленные перед нами цели и задачи официозные на горизонте 30-35-го года. Значит, ряд долгосрочных контрактов мы подписали в последнее время. Я хотел бы остановиться на ИДИ. В 2009 году мы подписали большой масштабный контракт на поставку таблетки для тяжелого водителя. Контракт это на общий объем в 2000 тонн. У нас не было таких производственных возможностей, компетенций для того, чтобы эти таблетки делать. За короткое время наш настроительный софт справился со всеми технологическими и вопросами по оборудованию, адаптировал к изготовлению таких уникальных таблеток. И сейчас, в этом году мы успешно контракт совершаем. Ведем сейчас переговоры с нашими индийскими партнерами для того, чтобы в этом году его промолдировать еще минимум на 5 лет. При этом, что хотел бы особо обратить внимание на том, что настолько за последние годы были оптимизированы, потому что эффективность этого производства приведела на МСССР, что значительно снижена, во-первых, брак и, скажем так, себестоимость производимой продукции. Мы сегодня можем нашим индийским заказчикам предлагать более оптимальные цены по фабрикации этих таблеток. И в 2010 году нами был подписан благосрочный контракт опять-таки с Украиной на поставку топлива для всех 15 энергоблоков ПС до конца срока эксплуатации. По нашим оценкам, если все реакторы и сроки службы всех реакторов будут продвинены, то это примерно на свой действие нашего контракта ориентировочно до 1942-1943 года. Достигнуты вот эти вот результаты, которые коротко перечислил, это, безусловно, экономерный результат нашего тесного сотрудничества конструктивного с нашими всеми заказчиками, которые сегодня присутствуют в этом зале, которые по различным причинам не смогли присутствовать. И мы, безусловно, будем дальше сохранять нашу приверженность тем нашим принципам, техникой экономической нашей конкурентоспособности для того, чтобы сохранять все наши традиционные рынки и выходить в новые сегменты, завоевывать новые рынки. Следующий слайд, пожалуйста. На этом слайде представлены все наши текущие партнеры. Хотел бы подчеркнуть, что мы разделили, так условно, всех партнеров на три группы. Это энергопании и оператор авторной станции, это компании ядерного топливного цикла и это организации, которые сегодня эксплуатируют исследовательские электракты, как российского, так и западного дизайна. Следующий слайд, пожалуйста. На этом слайде постарался представить основные ключевые вехи и реперные точки сотрудничества нашего с каждым из иностранных партнеров. Очень коротко, значит, в 3-4-х годах мы на всех энергоблоках ВВР-1000 Украины внедрили топливо в ТВСА. Вот уже мы сегодня говорили о том, что в 2015 году была первая партия топлива ТВСА-12, поставлена в Болгарии. Мы надеемся, что в этом году завершены все разрешительные процедуры для внедрения этого топлива на 6-м блоке АЭС Казладуи. Что касается Чехии, то в 2010 году мы начали поставить топливо МОДАТИНТ и ВСАТ. В 2011 году мы создали дополнительную точку нашего роста и вспомогательной инфраструктуры в виде Центра технологических сервисов АЛВЭЛ. В 2012 году обеспечили повышение тепловой мощности, работаемые на блоках Тимилина, то есть у 4%. В 2012 году по нашей инициативе стартовал проект нулевого уровня отказа и деморатоплива. Активно в этом проекте участвуют Росэнергоатом, они операторы ивыканских, болгарских и чешских атомных станций. Ниже представлены наши последние достижения, результаты совершенствования по топливу Г-440 блоков. Сейчас на всех фактически зарубежных реакторах такого типа работает топливо повышенного наемкости, 5-летний цикл и на тепловой мощности 105%. Следующий слайд, пожалуйста. Уже говорилось о том, что мы в Китай передали 2 технологии производства топлива. В 2010 году это технология топлива ТВС, которая успешно внедрена на Ягинском заводе и была квалифицирована. В 2013 году мы передали тип топлива ТВС-2М и уже первый год переведен полностью на работе с этим типом топлива, причем в 18-м личном по 13-м период. И в 2013 году был подписан, мы считаем, такой масштабный пакет контракта с нашими китайскими партнерами, в соответствии с которыми были расширены горизонты наших поставок топлива из России до 2025 года, включая цирконевые комплектующие. Как я уже говорил, по идее в 2009 году было такое масштабное событие, это подписание топливного контракта, который в этом году успешно завершается и мы планируем его продлить на ближайшие минимум 5 лет. И отдельно хотел бы остановиться по нашему иранскому партнеру. Во-первых, сегодня после запуска станции Бушер, пока эта станция работает на топливе ТВС, мы сейчас активно в связи ведем переговоры в отношении перевода этой станции на работу с топливом ТВС-2М. В прошлом году в рамках решения вопросов, связанных с реализацией иранской ядерной программы, то, что было подписано СВПТ между «Шестеркой» и «Ираном», ВЭЛ, выполнил все обязательства Российской Федерации по вывозу в Российскую Федерацию избыточного полупа и ядерной потерял обогащенный формен на российских природных рамках. То есть это все было завершено успешно и мы рассчитываем, что и в дальнейшем мы будем помогать Ирану эти мероприятия выполнять. И фактически лидером в этом процессе, то есть профорация «Розатом» назначена топливная компания ТВС. Отдельно, коротко на сотрудничестве с Оревой, это сотрудничество уникальное, оно уже тоже 20 лет развивается, продолжается успешно. До настоящего времени изготовлено более 3600 тепловыделяющих сборов, не было ни одной рекламации от наших зарубежных партнеров, не было ни одного срыва поставок. Это сотрудничество, в основе его лежит сотрудничество между Оревой и СССР, это изготовление на российском комбинате «Доблесть генерированного урана» по спецификациям компании «Оливан». Десятый слайд, пожалуйста. Как уже говорил, в 30-м году перед нами стоят очень амбициозные цели и задачи по значительному увеличению продаж и доли рынка, мирового рынка и по фабрикации, и по обогащению урана. В 30-м году перед нами стоит задача, вместо 17% умения доли рынка в объеме 22%. Ниже ставлены наши основные драйверы роста, безусловно, где же были ДВС-квадрат, безусловно, это значительное масштабное расширение нашего присутствия и сотрудничества с нашими партнерами из Индии и Китая. Мы провели вчера и сегодня, считай, такие содержательные очень громкие переговоры с нашими китайцами, часто с партнером, определили в ближайшие шаги направления нашего сотрудничества. Надеемся, что в ближайшее время вступит будет практическая реализация. Мы рассчитываем, что мы сможем широко и масштабно квалифицировать наш Чебецкий инкологический завод для поставки цирконевой продукции зарубежных. И мы расширим значительно наше сотрудничество, наше присутствие на зарубежном рынке исследовательских реакторов. Мы уже первые контракты в прошлом году подписались, сегодня хорошие переговоры провели с корейской компанией «Кари» и рассчитываем, что в ближайшее время мы уже от пилотных каких-то проектов перейдем к реальным коммерческим поставкам. Следующий следует, пожалуйста, и завершить. Я свой доклад хотел бы фразой экзюбери «Старый друзей на скорой рестораж». Поэтому мы очень ценим и дорожим наших партнеров, которые у нас сегодня есть. Уважаем их пожелания и будем и дальше сохранять приверженность нашим основным принципам и приоритетам, в числе которых это безусловная безопасность и надежность поставок нашего прогрева и абсолютная кретооритированность. Спасибо за внимание.